Рождественские ярмарки! Как я вас люблю! Это потому что я сразу превращаюсь в счастливого ребенка, которому обязательно сразу захочется что-то потрогать, понюхать, покушать, попробовать. Рождество это просто мое любимое время года, потому что это единственный случай, когда вся моя семья собирается в одном месте. И в честь их в этом году я решила приготовить что-нибудь особенное. Сейчас я вам поделюсь. Ну что ж, атмосфера, люди, вообще все, что происходит на улице меня вдохновило. Я решила приготовить декорации со своими руками. Смотрите, что я приготовила! Вот это я, маленькая Анна Джулия, а вот это я все сделала со своими руками. Красиво, да? Именно такая штука меня вдохновила очень сильно. И мы сейчас с вами готовим десерт, который выглядит очень похоже на это. Кругляя рождественская штука. Вот. Вот так вот я ее переименовала. Мы сейчас это готовим, и вы не представляете, как это будет украшать ваш стол на Рождество, и как это будет порадовать вас и ваших гостей. В общем-то, надо готовить. Сейчас наступим к процессу. Ингредиенты будут cornflakes, то есть хлопья, маршмеллоу, плюс клюква, русская штука, еще масло, но еще... А как мы будем достигать зеленый цвет? Нам нужен краситель. Вот я сегодня пошла в супермаркете, купила все ингредиенты, и там я нашла краситель. Но там было только красный, золотой и синий. Поэтому я паниковала, а мне нужен зеленый. Я там подошла к этой женщине, я говорю, женщина, пожалуйста, мне нужен зеленый. Как я могу зеленый приготовить, если у вас его нет? Она говорит, да, зеленый. Тут есть красный, есть желтый, синий. Подождите. Желтый и синий, это же есть зеленый! Так что все хорошо, я буду все смешивать. Вы можете делать то же самое, если у вас будет такая же проблема, или купите уже просто зеленый краситель. Давайте достигаем зеленого цвета. Если я хорошо училась в школе, то это должно быть не так сложно. Синий. Я надеюсь, это желтый, а не золотистый. Иначе будет странный цвет. Так, а сейчас я буду использовать, что? Чтобы мешать. Просто вилка, потому что это краситель для леди. Так что все съедобно. Отлично. Видно или не видно? Видно. Видно, видно? Для того, чтобы вылить этот краситель потом в кастрюлю, мне понадобится, чтобы он был более жидкий, потому что сейчас он никуда не будет идти. Поэтому я просто добавлю одну ложку молока. проверяем, проверяем. Проверяем, проверяем. Зеленый! Более зеленого, чем этого зеленого, нету. О, классно! Ну все, хватит. Готовы. Давайте. Весь десерт приготовиться за 8 минут в одной кастрюле. Так что, если у вас есть дети, дайте им это сделать, потому что им точно понравится это делать. И ваша кухня точно не превращается в хаос. Вам надо таять 50 грамм масла. Туда насыпать 300 грамм маршмеллоу, 300 грамм обычных кукурузных хлопья. Добавьте ваш краситель и мощно мешайте, чтобы краска попала везде и блюдо стало одного цвета. Поверьте мне, использовать детскую рабочую силу, это 100% веганно, потому что к концу у вас начнет отваливаться рука. А теперь придется быстро, быстро, быстро действовать, потому что они только будут применять форму, пока еще горячее. Так что, все высыпаем сюда. И кто не думает, что это очень красиво, ничего не понимает вообще в жизни. Отлично. Так. Все. Я теперь возьму руками и сделаю индивидуальные порции. Можно еще даже вот одну гигантскую сделать, но я думаю, красивее, если маленькие. Я вот беру руками вот так вот. И сделайте маленькое. Ой, как... Как все клеится, блин! Не клейся ко мне. Одну порцию! Вторая. Друзья, короче, вы понимаете, да? Что надо вот так вот, блин, и сделать дырку в этом смеси. Ненавижу тебя! Ну, почему? Идите. Баста! Вот, все. Теперь я делаю дырку даже здесь, чтобы не терять время. Если у вас есть раб дома, пусть это он сделает, потому что самой сложно. Окей. Отлично. Все. Ну, пошел ты, а? Давайте сделаем одну гигантскую, потому что уже все, надоело. Все. Вот. Ха-ха. Давай, давай, давай. А-а-а! Э? Ты можешь говорить со мной? Оливое масло. Давай. Use оливое масло. А-а-а! And nothing will stick. Окей. Оливое масло. Он нас всего спасает. Сейчас попробуем. Давай. Давай. Так. У меня... А-а-а! Ха-ха! Вот почему я это... Почему ты мне это не сказал раньше? Вот и все, есть! есть одна гигантская сочетание есть три маленькие блин а теперь я сожалею о чем ты мне не сказал раньше не поймаю ладно спасибо тебе за совет так не потерялись тут клюква русский продукт очень хороший для женщины тем более он все очищает мы через клюкву будем делать как будто это рождественские шарики будет так красиво надо было оливковое масло короче вы теперь знаете какое решение если у вас будут эти проблемы надо это все доделать до того как ну пока это все горячее иначе они не клеются мне кажется очень красиво выглядит ты большая ты мне не нравишься я хочу маленькой и еще одну маленькую конечно я могла бы даже и клюкву красит в красное чтобы она была более такая жгучая и аппетитная но на самом деле я решила что есть хотя бы один здоровый и нормальный ингредиент в этом рецепте ну пусть он такими и останется поскольку они просто будут остывать сейчас тут на доске я уже декорирую немножко доску до чтобы выглядели красиво ну все собственно мы все приготовили просто надо чуть-чуть подождать и вот ваши декоративные так рождественские десерты готовы и вот из гигантскую гост может просто вот оторвать себе кусок уже я надеюсь не будет такой вот склеенный а все будет там очень вкусно и нормально а тут вот эти маленькие это одна порция я думаю что любому человеку должно очень понравится если вы просто к нему подойдете и говорить вот я это приготовлю для тебя на рождество и не говорю сколько там калорий вот так вот так что на самом деле не бойтесь калорий и всем хороших каникулы